Добрый день, коллеги! Всем привет из Барселоны. Надеюсь, связь между домами будет хорошая. Я успею провести прямой эфир, и он сохранится. Сегодня прямой эфир по нишам, потому что это наиболее частый вопрос, который люди задают. И то, что связано с нишами, это самая база-база. Вы знаете, что если вы неправильно определили нишу, если вы неправильно определили целевую аудиторию, то, соответственно, вы дальше идете уже на неверно построенных шагах. То есть у вас уже изначально, еще раз, база неверная. Вы изначально не можете, если определиться, то все. Но считайте, что у вас все шаги, которые бы вы не делали. Если вы будете снимать прямой эфир, писать посты, еще что-то такое делать, то есть, еще раз, это все будет зря. Ну, то есть, просто очень жалко вашего времени и очень жалко того, что вы придумываете какие-то посты, пишете там, не знаю, видео, курсы какие-то создаете, особенно если вы курсы создаете. Но если у вас ниша неправильно выбрана, то, еще раз, это просто потеря времени. Мне жалко вашего потерянного времени, поэтому завтра... Завтра... Когда завтра? Нет, в четверг. В четверг, 29-го числа, сегодня у нас вторник. В четверг, 29-го числа в 15.00 по Москве буду проводить вебинар специально по нишам. Два-два с половиной часа где-то будет идти вебинар с трех часов. Юля, привет! И буду очень-очень подробно рассказывать про нишу, про то, как найти нишу, про то, понять вообще это ваша ниша или нет, про то, пользуется ли эта ниша популярностью в сетях, потому что очень многие люди считают, что ниша, например, саморазвитие. Ко мне приходил психолог и говорит, я хочу заниматься саморазвитием, это ниша, я людям помогаю развиваться. Я говорю, да, все очень здорово, но, к сожалению, саморазвитие это не ниша. И внутренний мир человека, или там, не знаю, развитие гармоничной личности, или что там, гармония женщины, или еще что-то, это все не ниши. Ну, то есть они не работают, к сожалению, такие ниши на рынке не пользуются популярностью. Если вы проводите такие мастер-классы вживую, и к вам приходят люди, наверное, это очень круто. Ну, то есть они к вам приходят, они понимают, кто вы, что вы, что вы даете, и они потом записываются к вам в личку. Это очень здорово. Но в онлайне, еще раз, законы другие. В онлайне вы должны очень четко выбрать специализацию. Но на самом деле мы проводили, когда интенсив посредством массовой информации, точно так же редакторы, которые, например, ищут людей для каких-то специфических колонок, либо для передач, они точно так же ищут психологов, у которых есть конкретная специализация, которые являются специалистами, в какой-то очень конкретной узкой нише. Я очень часто встречаю мнение, вот если вы такое, напишите, мне просто интересно. Ирина, я не хочу сужаться, я не буду сужаться, я такой широкий человек, у меня такая широкая душа, я могу помочь всем, я занимаюсь всеми темами, и так далее, и так далее. Если вы вот такой человек, то, к сожалению, я вам точно помочь не смогу. Ну, то есть пока у вас вот эта вот упертость, что вы не хотите сужаться, ну вот вообще никак помочь не смогу. Вам не сможет помочь ни один таргетолог, вам не сможет помочь ни один, там, я не знаю, человек из какой-нибудь, там, который помогает строить школы онлайн, там, продюсер какой-то или еще что-то. Первое, что они придут и спросят у вас, какая у вас ниша, какая у вас целевая аудитория. И если у вас расплывчатый ответ какой-то, то, к сожалению, вы дальше просто не пойдете. Чем уже, тем лучше, или как выбрать оптимально какую? К сожалению, в рамках прямого эфира я не смогу ответить на этот вопрос, потому что только вот на этот вопрос, который вы задали сейчас, он уже, ну, то есть, это вот уже можно про него рассказывать, там, два-два с половиной часа только на один ваш вопрос. Про узость ниши, какая оптимальная, какая лучше вообще, какая вам подходит. Ну, то есть, вот все-все, абсолютно все вопросы вы сможете задать еще раз в четверг на вебинаре в 3 часа дня. Я вас жду. Если вы не знаете, как зарегистрироваться на вебинар, напишите слово вебинар сейчас в директ, и мы вам пришлем ссылку на этот вебинар, то есть, как зарегистрироваться, потому что мы уже создали чат, всех людей добавляем, там уже сколько-то, 67, по-моему, зарегистрировавшихся, и еще раз, записи вебинара не будет. Те, кто знают меня, я никогда не повторяю вебинара, ну, то есть, я не вижу смысла повторять одни и те же вебинары, рассказывать, рассказывать одно и то же. Ну, то есть, я всегда даю какую-то пользу на вебинарах, люди уходят, всегда с пользой, у нас огромное количество отзывов на вебинары, ну, то есть, вы даже, если вы уже там что-то знаете, все равно приходите, все равно поймете лучше, как найти свою нишу, еще раз, в личку, в личку напишите слово вебинар, пожалуйста, Натик, мы вам обязательно пришлем ссылку на регистрацию на вебинар, еще раз, регистрация на вебинар, и про ниши буду более подробно рассказывать. Смотрите, ну, вот могу сейчас просто пример какой-то привести, например, что делают психологи, очень многие ошибаются, они пишут на дверях буквально табличку слова доктор, и говорят, что приходи ко мне лечиться, и зайчонок, и волчица, и жучок, и паучок, и всем готовы помочь. Это очень здорово, что вы можете всем помочь, я уверена, что ваши методики, которые вы изучали, на различных курсах, они точно смогут помочь всем, всем, всем людям, но еще раз, люди, которые у вас в подписчиках, люди, которые вас читают, которые вас слушают, они не понимают совершенно о чем бы, они не понимают, чем вы можете помочь, конкретно, что вы можете решить, какую проблему. Поэтому, смотрите, если у вас еще раз написано на дверях доктор, не работает. Еще что делают очень многие психологи, к ним приходит человек, и, например, говорит, что у меня болит зуб, слушайте, вот у меня болит зуб, и у меня болит зуб, что мне делать? Что начинает делать психолог? Психолог, прямо натурально, начинает рассказывать, вы знаете, я учился вот на таких курсах, еще вот на таких курсах, я, вот представьте, вы пришли к врачу, к которому, вы пришли, чтобы зуб свой залечить, потому что у вас зуб болит, а врач вдруг вам начинает рассказывать про то, что он учился вот в этом институте, и вот в этом институте, вы смотрите, какой у него один диплом, и другой диплом, и пятый диплом, а еще вот он пользуется вот этими аппаратами и вот этими аппаратами. Точно также психологи очень многие совершают вот эту ошибку, они начинают рассказывать про свои методики, про свои образования какие-то. Человеку неинтересно, у него зуб болит, понимаете? У него зуб болит, ему нужно, чтобы вы просто ему помогли зуб залечить. А вы начинаете рассказывать про то, какие вы курсы замечательные закончили, про то, сколько вы там всего выучили и про то, какими инструментами вы владеете. Зачем это человеку, у которого болит зуб? Зачем? Ему просто нужно, чтобы вы ему быстро убрали зубную боль, а затем еще помогли и рассказали, как сделать так, чтобы зубы были красивыми. То есть продолжить дальше уже лечение с этим человеком зубов и сделать человека счастливым и красивым. Все, вот это ваша задача. У вас фокус внимания совершенно не на то направлен, потому что еще раз, маркетингу, к сожалению, не учат в университетах. Либо учат, ну очень поверхностно учат теоретики, не практики. У меня уже 9 лет работы, уже этой темой я занимаюсь 9 лет, уже курсы создала. Это самый лучший продукт на рынке. Наш клуб богатых психологов, это самый лучший продукт на рынке на сегодняшний день для психологов и коучей. Самый лучший продукт. Особенно для тех, кто пришел только в онлайн, особенно для студентов, особенно для опытных психологов, которые не могут никак найти клиентов в интернете. Ну то есть они опытные. У вас опыта огромное количество. Вы знаете, как работать с клиентами. У вас даже нет сомнения, что вы можете помочь клиентам. Но вы не знаете, как найти клиентов. Я хочу знать, что он мне не сделает хуже этих зубных врачей. Выбирать надо с умом. Согласна. Согласна. Можно помедленнее. Я записываю. Прямой эфир сохранится в IGTV. Можете пересмотреть. Спасибо огромное. Еще раз. Самый лучший клуб проверено. Да, Юля у нас в клубе, поэтому... Юля, спасибо большое за поддержку. И у нас уже больше ста видеоотзывов в клубе. У нас такое количество кейсов. Ну то есть я рассказываю, даю только мясо. Мясо даю только самую суть, суть, суть. Ни в коем случае никакой воды. Еще раз, мне не интересна вода. Вчера только что прошел вот мастер-класс по страхам. Три часа мы рассказывали. Три с половиной даже практически часа. Три часа шестнадцать минут. Я рассказала именно суть, как работать со страхами, что делать со страхами. Конкретику. Только конкретику. Никакой воды. Поэтому вебинар вот только-только конкретика. И, конечно, на вебинаре будет предложение, которое вы не сможете упустить, потому что это будет супер новое предложение. Это будет предложение не по клубу. Это будет предложение по предзапуску. Сразу скажу, предзапуску. Пождите, скажите, пожалуйста, какого числа вебинара по нишам вам написали уже. Но я могу еще раз повторить. 29 числа, 29 октября, в 3 часа по Москве. Все, жду вас на этом вебинаре, буду очень подробно все рассказывать. Всем ромашек. Спасибо огромное за ваше время, за то, что смотрите, за то, что пишете комментарии, читаете. Очень ценю, что вы со мной, что вы меня поддерживаете, что вы слушаете мои видео на YouTube. Это очень дорогого стоит, когда люди приходят, записываются на консультации, рассказывают, что они меня уже по полгода слушают, и они понимают, какую пользу несет наша команда. Мне очень приятно. Спасибо вам огромное. Все, всем ромашек. Счастливо, хорошего дня.